всем доброго времени суток друзья и сегодня шикарная тема будет она звучать так кого уже достали просто вот кого вы достали есть такие люди и как именно вы достали что вы такого сделали вот эти моменты и посмотрим сегодня нам помогают заготовочки зимние потому что и колода будет зимняя абсолютно это и замечательная малинка варенье малиновое с добавлением лимончика и перчик с черемшой в засол очки и морковушка тоже маринованная все мы это сегодня будем с вами смотрите разглядывать и еще момент друзья пока не буду особо рассказывать про колоду скоро выйдет на нее обзор то есть просто грубо говоря следите за каналом почему не вышел сперва обзора потом расклад потому что много за последнее время обзоров на канале и еще они будут я надеюсь потому что пришло очень много интересных колод но знаете какой нюанс когда постоянно обзор и обзор и обзор и обзор и идут я понимаю что часть аудитории отпадает потому что не всем интересно смотреть обзоры колод хотя на месте тех людей кто интересуется 2 смотрит просто даже расклады я бы наверное все таки обзоры смотрела потому что хотя бы красивые картинки по разглядывать когда вы свой вариант загадали вы не все картинки в колоде естественно посмотрите а здесь когда идет обзор у вас есть огромное количество возможностей посмотреть все все самое интересное что только можно было посмотреть сегодня три варианта у нас колода сказочная колода зимняя просто инфаркт головного мозга они сердечный потому что ну очень красиво сейчас вы поймете о чем я говорю уютная такая знаете хочется варежки сейчас прямо надеть рядышком с камином присесть горячего чаю себе заварить ну и давайте посмотрим как расположится наши баночки первая позиция это у нас различные овощи маринованные вторая позиция это малинка компотик или варенье и третья позиция это морковушка и перчики вы можете выбирать хоть по порядку выкладки 1 2 3 хоть по баночке хоть по порядку открытием но и главное чтобы для вас было максимально интуитивно максимально правильно да вот был этот выбор сделан и вы максимум информации для себя услышали если вы хотите на эту или другую любую тему посмотреть для себя индивидуально историю получить консультацию в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик где подробно с уважением к вам рассказывается о том как этот личный расклад получить иногда люди спрашивают а можно на конкретной какой-то колоде расклад ну я говорю так что любой каприз он может быть исполнен есть колоды которые редкие или достаточно быстро изнашиваются и именно поэтому когда человек хочет на конкретной колоде какой-то получает расклад я на это иду обычно я иду на встречу но соответственно вы должны понимать что немножечко ненамного но изменятся слегка условия расклада чуть большую сторону для вас для тех кто выбрал позицию номер два баночка вот такая наша замечательная давайте посмотрим вообще что касается достоевских а есть такие люди вот смотрите есть те кто прямо страдают от вас от вашей неугомонности от вашей какой-то вы знаете история когда решила ленка влезть в джинсы и она в них влезет но поплачут все вокруг то есть будет все и всем роздана будут по первое число и люди реально от вашего действительно какого-то энтузиазма или попытки воплотить практически такое фантастическое желание практически невыполнимая до могут ну куда ты лезешь ну ты же видишь что ты не сможешь и так далее блин у ленка пришла сейчас опять начнется здесь такая история то есть потерпевшие есть пострадавшие от вас ну если вы белые пушистые тогда вообще просто тема рассказа не для вас но а я считаю что иногда и на себя можно со стороны посмотреть и с улыбкой с юмором подойти каким-то обстоятельствам а может быть есть и люди у которых поставлена цель взять и кого-то конкретного дожать достать такое тоже может быть но от вас страдают давайте посмотрим кто для кого-то это родители или мужья жены то есть вот те кто родители бабушки дедушки мужья жены достаточно близкие а у кого-то ну вот у кого допустим там не мама не папа не дедушки не бабушки и не замужем или не женат то тогда здесь история такая что вы можете доставать начальника того кто пытается вами усил управлять если вы пенсионер называется пенсионер с большим количеством свободного времени задолбит все любые государственные организации да здесь история такая когда кто-то врача достал то есть вы смотрите по своей жизни потому что можно и вы в поликлинику только ходите никуда больше не хотите идти например может быть вы с медицинским учреждением решаете что-то у ребенка в садике вот все что касается либо близких которые были выше названы либо вот этих организаций и здесь можете даже очень интересная такая система я бы не сказала что вы прямо сидите и выклевывайте мозг на постоянной основе ощущение такое что вы действительно хочется засмеяться когда вы пришли ушли пришли ушли пришли ушли и вот у всех опять у нас блин блин все все прячьтесь идет елена петровна да здесь как раз таки та история когда вы можете приходить и столько раздать указаний и все привести в порядок и всех поставить на место и влезть во все вопросы без мыла и вот этого все боятся у вас это происходит с определенной периодичностью то есть для кого-то может быть из девушек это связано с циклами с гормональными изменениями а у кого-то это может быть связано на работе например постоянно в какой-то периодичностью сдается какой-то отчет например да и в это время все понимают что сейчас все получат люлей вот такой нюанс есть здесь далеко ни один человек вы можете слишком внимательно изучать что-то людей может реально бесить доставать и нервировать то что вы знаете больше чем могло бы показаться что не получилось что-то скрыть и вы опять заставите переделывать и вы можете это делать бесчисленное количество раз то есть вы в этом ключе не устаете я не могу сказать что вы какой-то плохой да вот здесь человек больше по работе по делам по даже если вы загадали или узнали в описанных кого-то из семьи близких то в основном это возникает когда есть работы вопросы делового характера когда вот о чем-то по делу несмотря на то что даже может быть и со своими перспективы ну смотрите во первых вы получаете определенные бонусы от того что вы это делаете и я вам могу сказать так что здесь далеко не проигрышная вот та тактика которую вы для себя приняли и с вашей точки зрения и вообще с объективной даже точки зрения здесь так складывается история что вы получаете определенное благо от именно такой стратегии поведения до вы можете поругаться с мамой или с кем-то за столом за ближайшему перестать разговаривать на какое-то время но давайте посмотрим по этому поводу предостережение и совет смотрите не нужно играть и затягивать очень сильно игру в которую вы играете то есть здесь вот особенно да в конфликтной какой-то истории не пытайтесь как-то отшутиться отыграться и так далее если вы понимаете что ваша стратегия действий поведения коммуникации не действуют уже то вы можете резко жестко сменить тактику стратегию поведения и уйти в себя вот здесь знаете главное вовремя остановиться называется как вовремя вы приходите и всех выводите на чистую воду так вовремя вам нужно благополучно просто свалить в сторону потому что это будет очень очень важно для вас и на каком-то этапе такая красивая история для тех кто выбрал нас позицию номер 3 чего у нас тут перчики морковушки ну я бы не сказала что вы какого-то достали здесь больше наверное позиция когда вас достали и вы уже просто там со слезами на глазах хотите от всех отвязаться на задайте мне сделать то что я хочу дайте мне сделать так как я хочу почему все постоянно меня учите говорите как мне это делать ну что же это такое то есть у вас здесь больше такая вот виден такой прям мимимишный жлобень такой сидит прижал ручками этот пентакль к себе и состояние такое когда вас могли достать тем что либо постоянно пытаются отнять ваше время либо раскрутить вас на какие-то траты а вы никого особо я так смотрю и не достаете вы вообще вот из области ушла в себя вернусь не скоро я бы не сказала что вы достаете кого-то давайте кто вас тогда достал вы знаете вот кто-то из родных близких или давно знакомых людей здесь не ложится конкретная фигурная карта но здесь больше про семью и может быть история когда даже дети вот да допустим дети мам 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 там или ну тетя ну сестра ну дай 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 вот что-то да и здесь действительно может какая-то ругань среди близкого круга и соперничество за внимание окружающих напрягать причем неважно какой возраст этих окружающих этих родственников вы реально можете устать от этого и у вас уже карта ложится такая как будто бы вы действительно от этого устали есть у вас свои соображения поводу того что вам дальше делать даже очень хочется просто поругаться и сделать вид что вы улетели на луну если не ваша позиция просто перри выбирайте потому что здесь очень четко говорится о том что называется если вы сейчас меня будете доставать дальше я вот просто не пожалею ни вас ни себя и скажу вам всю правду то есть вот как думаю так я вам и скажу и не жалуйтесь тогда перспективы отлежаться вам надо отоспаться кто-то реально заболел кто-то замерз у кого-то там ноги отмерзли или если летом смотрите тепловой удар мог стукнуть поэтому здесь история когда вам нужно позаботиться о своем здоровье потому что вот то нежелание коммуницировать и общаться на но может быть обусловлено тем что вы устали вы вымотались может быть повышенный уровень стресса при всем происходящем у вас вам просто надо отлежаться вот бывает история когда просто уложить не кантовать не трогать если все будет дальше да вот эти в том же ключе вы вы реально можете сорваться в какой-то момент и иммунитет даст сбой или вы там упадете и заснете надолго и будут вас будить не добудется там будете полдня спать например либо может быть ситуация когда просто можете свалиться от того что не позволили себе вовремя отдохнуть его человек иногда от этого может заболевать предостережение совет не пытайтесь все успеть делайте понемногу разбейте основную большую задачу на какие-то более маленькие под задачи для того чтобы на вас не навалилось все и сразу в рамках того чем вы занимаетесь сообщите окружающим опять же что если вы хотите им что-то сказать скажите что уважаемые мои любимые там родственники там обнимаемые мною целуемые так далее вот просто если что-то важное говорите если нет отстаньте на какое-то время оставьте в покое сообщите всем что ушла от себя вернусь не скоро называется вы можете мне говорить что-то писать сейчас я вам буду отвечать по мере того как будет у меня возможность физическое желание и когда я отдохну поэтому давайте мы если что-то не очень важное отложим на потом а если что-то важное напишите но я постараюсь ответить но не обижайтесь если не получится вот такая здесь история кто-то про нас бедный такой замотанный прям обнять и заплакать хочется и чаю вкусного налить вам с мятой ну и конечно позиция первое второе третье компот компот у нас сегодня из спаржи перчиков и морковки какие праздники такой компот смотрите здесь вы могли достать аудиторию кстати если блогеры смотрят а блогеры смотрят меня и достаточно большое количество здесь история о том что реально можете просто заколебать свою аудиторию чем-то чем это может быть из области как помните в к вене я все время вспоминаю эту фразу потому что она иногда очень кстати приходится я не помню какая-то была команда но звучала фраза так когда из модерн токен показывали да вот диалог между двумя солистами изображали их к венчики и там было заткнись придурок я звезда да вот здесь такое ощущение что вы можете своей звездностью тем что вы выдаете вот как-то да из общей массы вы выбиваетесь и вас видно и вы обращаете на себя внимание и из-за этого могут очень сильно нервничать окружающие вас люди то есть вот просто там падать в обморок до называется ну светка пришла все уловить нам больше нечего да там или на праздники вы ярче всех одеваетесь я не могу сказать что вы делаете это умышленно может быть вы играете определенную роль или для вас это особо ну это неважно вы не даете этому значение вы считаете что вы просто 9 действуете сообразно правилам этого мира а людей ваша яркость действительно может как-то вот так до задевать кто-то вновь с мужчиной познакомился новые какие-то отношения и может доставать этого человека ну а так вы на широкую аудиторию реально или вы блогер или вы в коллективе в каком-то большом можете или большой семье вы своей активностью своим шилом в попе и вот и да вот именно шила попасть как-то наверное основное понимание до этой ситуации и активностью по поводу подарков получения их и дарения то есть если нужно кому-то подарить подарок поднимите на уши всех обойдете 38 магазинов вы смотрите какие-то там онлайн торговые площадки все которые только можно посоветуйтесь 15 раз решите все равно по-своему то есть вот здесь такая веселая белка в колесе которая своей активностью может вызывать нарекания суетливостью да вот такой вот и причем вы раздражать можете те кто является интровертами в вашем окружении реально могут сказать ну все появилась свет как туши свет бросай гранату в основном своих близких друзей тех кто в доме да вот какая-то такая вот активность может быть у вас настроение праздничное как-то пытаетесь активничать очень серьезно просто уже иногда знаете людям хочется взять весло стукнуть вас хорошенько прибить искать ну полежи отдохни чуть-чуть ну сколько можно а ой смешная позиция перспективы все равно будете звездить все равно за назвалась звездой полезай на елку да и здесь такая история когда вы будете продолжать своем же духе вот вот как есть так и есть да будут вас периодически останавливать вы будете сталкиваться с тем ближайшие там несколько недель месяцев что вы увидите не такое большое желание у окружающих вас тоже так же активно радостно весело непринужденно бегать петардой задницы но здесь и в хорошем смысле этого слова да то есть могут быть такие люди которые устали там надо называется от наташи отдохну я на работе была три дня подряд давай я просто посплю не собирайся пойдем в кино да поэтому у вас в принципе как было так и есть так и продолжается давайте предостережение совет я вообще думаю вам не особо нужны какие-то предостережения смотрите как ты говорят о том что вам как-то кардинально в этом плане меняться не надо вам не нужно как-то перевернуться на 180 градусов и заново искать заново в себя искать свой стиль поведения вообще вам это не надо у вас принципе в целом в общем все неплохо все нормально но карты говорят о том что не перенапрягитесь иногда надо остановиться в своей вот этой вот веселой радостной беготне в колесе делайте определенные перерывы и иногда умеете обижаться потому что у вас здесь знаете какая история может быть когда вам вот там вас тюкают 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 вам говорят какие-то нелицеприятные вещи а вы улыбаетесь и бежите дальше по своим делам в том же направлении а иногда нужно остановиться и перестать общаться с тем кто вам по темпераменту по стилю общения по мировосприятию не подходит бывают такие люди которые ну они с нами не совпадают какой-то период времени и вам вот нужно их видите и уметь отказываться от общения с ними иногда делай что нужно и будь что будет прям вот здесь ложится такая история когда несмотря на легкость до свою я не говорю о том что легко жить не легкой жизни а бывает человек легкий вот такой сам по себе карту указывают на то что иногда надо останавливаться и останавливаться достаточно жестко для того чтобы отсеивались тем с кем вы в дальнейшем не сможете найти общего языка для того чтобы не растрачивать на них себя такая вот история я надеюсь что колода понравилась колода шикарная но в обзоре все про нее по когда перестану заикаться от радости расскажу более подробно честно скажу даже обзор настолько сперва не пошел и пыталась сделать несколько дублей но поняла что заикаться буду от начала и до конца потому что в забудах они спорла от радости такой от красоты ну и не смогла я как-то все-таки мобилизоваться да и сделать все без эмоций поэтому эмоции будут буду радостно ржать периодически как счастливый дурак но бывает такое потому что очень приятно очень весело и колода конечно классная но всех я еще раз поздравляю с прошедшими и наступающими праздниками и желаю всем только самого-самого наилучшего удачи благополучия до встречи до свидания удачи